Всем привет! Сегодня я расскажу про эхинодорус рубин. Он может расти как в аквариуме, так и в оранжерее. Эхинодорус рубин или красный рубин в природе не встречается, так как это селекционная форма, выведенная в питомнике Ханса Барта де Сау Германия. Он был выведен в конце 1993 года путем скрещивания цветной формы эхинодоруса уругвайского и эхинодоруса барта. Похож на эхинодорус азирис, только у рубина более насыщенный красно-коричневый цвет листьев и более светлые жилки. Вырастает эхинодорус рубин до 60 см. Листья узкие, эллиптическая форма с заостренными верхушкой и основанием, длиной 15-35 см, шириной до 5 см. Края листьев волнистые, имеют 5 светло-зеленых или желтоватых жилок. Черешок до 25 см длиной. Молодые листья, их обычно 4-5, бывает и больше, красно-коричневого цвета, потом цвет переходит в темно-зеленый или оливковый. Растение достаточно пышное из-за большого количества листьев, имеется также узколистная форма. Соцветие со множеством цветков и дочерними растениями. Расти нормально может при температуре от 22 до 28 градусов, выдерживает до 30, минимум 15. Кислотность нужна от 5,5 до 7, жесткость воды от 5 до 10. Учтите, что эхинодорус рубин плохо переносит медь, поэтому лекарства с медью лучше не применять. Также он не любит мутную воду, значит нужен фильтр, особенно если есть в аквариуме рыбы, мутящие воду. И желательно, чтобы листья не зарастали водорослями, это и некрасиво и вредит растению. Освещение для эхинодоруса рубина нужно от 0,5 ватта до 0,75 ватт на литр воды, можно ярче. Продолжительность светового дня 10-12 часов. Очень желательно подкормка жидкими удобрениями, микроэлементами. СО2 также пойдет на пользу, особенно если растений в аквариуме много. Высота аквы желательно от 50 сантиметров, из-за большого размера растения. Учтите, что достигнув больших размеров, оно будет затенять остальные растения. При посадке нужно это учитывать. Молодые растения можно посадить и на передний план, но наверняка потом придется пересадить поближе к задней стенке или к центру. Грунт нужен размером фракции 2-5 миллиметра с толщиной от 6 до 10 сантиметров. Так как эхинодорус рубин основную часть питательных веществ для роста берет из грунта, то он должен быть питательным, хорошо заиленным. Можно использовать питательную подложку с микроэлементами. Особенно это важно для новых аквариумов. Из-за мощной корневой системы грунт около растения нужно сифонить с особой осторожностью, чтобы не повредить корни. Размножается эхинодорус рубин дочерними растениями на соцветиях, побегах или делением корневища. Растения с побегов можно отрезать, когда на них будет 4-5 листьев и посадить в грунт. Иногда побегов не бывает, а тогда подходит способ с делением корневища. В этом случае часть корня освобождает от грунта и наискосок разрезает таким образом, чтобы на нем оставалось хотя бы 2-3 листа от материнского растения. Если срезали без листьев, то нужно оставить его поплавать в аквариуме, пока не прорастут листочки и корешки, а потом уже можно посадить в грунт. На этом про эхинодорус рубин все. Здоровья вам и вашим питомцам. Всем пока и до новых встреч на канале в новых видео.